Доброго времени! 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 Мистик! Давай! Нет, не будет тебе мистика! Дальше! И на второй заход правильно, да, я все делаю? Угу. Второй заход. Сколько обычно выбиваешь кристаллов? Ну, на каком рейтинге заканчиваешь? Номером босса? Рейтинг? Ну, примерно на 2 серебряных звезды. Угу. Это сколько там по кристаллам? Ээээ, 50. Ага. Ну, уже неплохой прирост получается раз в 5 дней, где-то так, да, по-моему, убивают его. 50 кристаллов по сути тела на халяву, плюс можно вот маны получить. Но если так задуматься, то лучше уж потратить 10 энергии, и получить даже вот этот, так скажем, бред, потому что можно и не получить этого где-то там. Ну, и с другой стороны, есть всегда шанс выбить какой-то там, какой-то там свиток, часть на свиток и тому подобное. Я бы на вашем месте, да, не пренебрегал, и все-таки ходил бы на мировозы. Ну, все ради чего мы собрались, это свитки, свитки, конечно же, начинаем свитки. Камни, кстати, вообще, что ты бы хотел за камни словить? Ну, Хлою, Хво. Угу. Хлои у тебя нет, Хвои тоже. Я понял. Угу. Пятерочку. Бонеса. Было бы неплохо, да? Верада, не хочешь? Нет, нет. Нет, да? Я понял, ты смотришь мои видео. Да. Итак, народ, молимся, выпиваем святого чая. Понеслась. Ага. Первый блинкомом. Грифон нужен тебе, не нужен? Ну, у нас скиллы пойдет. Угу. Скиллы. Хорошо. Так, а вообще что? Еще один грифон. Нужен? Давай звезд. Ха-ха-ха. Да, такого не было давно. Но реально три грифона подряд. Да уж. Ну же. Еще один грифон. Я... Ладно. Я бы офигел бы. Подумал бы, что игра зависла и мы ее поломали. Так, хорошо. Что ты вообще сегодня планируешь получить со свитков? Что интересного хотел бы? Хорошую четверочку. Хорошую четверочку, да? Типа Хлои, типа... Э, Часун у тебя есть? Нету. Часун нету? Лешен может? Лешен тоже. Бриан, Лешен, Эн... Кто там еще? Ну, из таких, я понял. В общем, хорошие четверки нужны, да? Господи, Франкенштейн. Да, многие его почему-то раскачивают. Я видел его в пачках даже вместе с Копером. Но скажу так, в рунах Копера, в самых лучших рунах Копера, Франкенштейн будет выдавать почти в два раза меньше урона. Хотя он ценится из-за того, что он станет спер... Ну? Давай! Соха. Нужна ли тебе Соха? Ну... Я думал, пригодится для чего-нибудь. Ну, в принципе, если у тебя нет массового клинсера, то она закатит. Да, я ее больше все-таки рассматриваю как саппорта, чем как ДД. Почему? Потому что она со второго скилла может отхилиться. Тут, по-моему, когда ты ее улучшаешь, она замораживает с первого скилла. Я не помню просто. И самое главное, действительно, массовый клинс – это прикольно. Ну, вот если б ей еще добавили какой-то вот прикол в третий скилл, типа там, я не знаю, какой-то по одному доту, чтобы она навешивала, либо откат ей на один ход сделать меньше. Реально, я считаю, что она была бы одним из топчиков, и ее бы юзали бы чаще. А так ее юзают, ну, по началу игры, и те, у кого нет просто масс-клинсера, то есть снимать бафы с противников. Ну, уже хоть какое-то начало, да. Фейк-четверка. Ну, качественный корм. Качественный корм. Да, сразу готовая четверка. Хотя в начале, я когда начинал играть, сталь этот огненный очень был популярный. Блин, действительно. В начале боя, то есть, он был как танк, его даже юзали вместе с Копером, вместе с кем? С Арнольдом. Неплохой танк. Неплохой танк, но почему-то сейчас он умер, и, видимо, больше альтернатив, больше интересных мобов появилось. И никто его не качает. Да. Так, пьяные мастера, как я говорил, все корм. Ну же. Еще одна сталь. Ну, конечно же. Кстати, по поводу скипать, не скипать. Твоем. Понятно. То есть, ускоряем процесс. Хорошо. Беорн. Понятно. Корм. Ну же. Богиком туаса. Фея. Если нужна, она некроманта. Да. Я ее раскачал. Вроде бы не жалуюсь. Но не жалуюсь почему? Потому что у меня нет лучшим мануслим. Мамонт 2D тоже все о нем знают. В принципе, персонаж неплохой. Но больше в дефе, я считаю, должен использоваться. Так, чертенок понятно. Корм. Боевая киска. У меня классная гифка есть по поводу этой кошки. Ой, скоро добавлю ее в видео. А, возможно, даже в это видео. И народ поймет, о чем я говорю. Так. Ведьма. Нужна ли тебе ведьма? Уже есть. Уже есть. Хорошо. На скиллы. Кстати, мне буквально несколько дней назад паренек написал, что он ведьму вот эту вот Меган. Он ждал 9 долбаных месяцев. У нее вот не было вот такого очень хорошего бафера для арены у него. И, как его называют многие, толкателя. То есть, она бустит по атакбару. Следовательно, дает возможность походить всей пачке быстрее. Не было у него. И вот спустя сколько там? 8-9 месяцев он ее получил. Там радости было, наверное, больше, чем у людей, которые Хлою получают. Хотя он уже и Хлою получил, и часунку. Хак. Хак. Если нужен. Отчасти. Ну. Угненный очень хороший хак. Да. Антопчик. Я же, как я и сказал на стриме, это смесь. Мне один знакомый написал. Внебрачный сын олень Веромоса и кого там еще? А, и Ахмана. Да. Веромос с Ахманом спарился и получил вот такой вот олень. Ну нахер. Да, наверное, еще и с Канамией переспал немножко. Тройничек получился, господи. Немножко пошлятина от Аракиса. Едем дальше. Ну же, звездочки мои. Где же вы? По-моему, Аура 444 канала плохо-плохо влияет на наш видосик. Ну же. Кстати, рассказывай, откуда ты? А, я из России. Из города Санкт-Петербург. О, это хорошо. Чем занимаешься? Учусь. Вадим, спасибо. Ага. То есть у тебя учеба, мучеба, дрянь и всякая хрень. Я понял. Тихо, вы вообще самый мой любимый персонаж на самом деле. Все знают, что я ее обожаю. Я мечтаю прокачать 10 рин и выставить их везде в дефе, чтобы она у меня была. Он под наркотиками. Он под наркотиками. Какими наркотиками? Стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Ладно, полный бред, конечно же, это абсолютный корм. Нет, для начала, может быть, да. Вы знаете, что я большой противник всяких там рин, медведей воды и тому подобное, потому что в конце и в вашем лейте, в конце вашей игры, назовем я так, она будет у вас валяться. И очень хорошо, если вы не успели перевести на 6 звезд. На 4 звезды, на 5, ладно, переводите еще такое, хотя это тоже трата вашего времени. Ну, когда я начинал лично, такие персонажи, как Фука и вот Рина, когда они особенно были вместе в пати на арене, ой, они бесили очень страшно. Кстати, огненный грифон нужен, не нужен? Ну, на скиллы огненному пойдет. Хорошо. Для башни пойдет, да, блин, ну где же звездочки, блин, может в игру перезайти, я не знаю. Или для, давай от фонаря вызовем тебе какой-то там, о, вот викинг попался, класс. Ну же, контуасы, пожалуйста, давайте, делайте свое дело. Ну же, ну же. Сколько играешь в эту игру, кстати? Играю, ну, примерно 3 месяца за так. Вот этому аккаунту, то есть 3 месяца, да? Да. Офигеть, за 3 месяца у человека уже 3 первородки, и одни из лучших первородок в этой игре. Я свою первую первородку получил только через 3 месяца, и это был сраный Верат, которого я обожаю. Да, короче, рандом тебя все-таки, как ни крути, но любит. Первородки качественные, достойные. Ну же, звездочки. О, Боротень, понятно, он, по-моему, даже в гекс нужен, насколько я помню, или нет. О! Давай, давай! Баба кунг-фу огня. Ну, они все такие, ну... Корм тебе. Да. У тебя есть тьма? Нету. Ах, господи, если бы ты сказал, что у тебя кунг-фу еще тьмы есть, это был бы вообще пипец. Ну да, в принципе, можешь ее оставить. Моя жена водяную версию ее юзает. Она ей, конечно же, нравится на ее этапе, потому что там с первого скилла 30% активации второго скилла. То есть выдать, грубо говоря, очень неплохой дамаг, так еще и бафы поснимать. Для начала неплохо, но этот рандом раздражает, если честно. Вот, а тьма, конечно же, крутой персонаж. У нее третий скилл, который игнорит броню. О, звездочки, давай! Ну же! Ну что же за... А, ну хотя бы арген, я думал, водяной, если честно. Для гекса, если нужен. Если нужен. Либо на скиллы. Кстати, у тебя ведро есть? Нету. Ведра нету. Вот, еще ведро будет неплохим таким вот монстриком для тебя. Думаю, на сегодня уж точно. Мастера боевых искусств. Не знаю, честно. Я даже вчера, по-моему, всех их начал рассматривать. Но ни один меня не впечатлил. Огненного кто-то качает. Ну, ага. Такое. Что-то с чем-то эти персонажи. Это так, кому скучно, те и раскачивают, видимо. Ну, уже звездочки. Да, сегодня мастера у нас просто в почете. Это уже третий или четвертый. Змей. Монстрики, придите. Амазонка. Корм тьме, либо свету будущему. Угу. Ангел смерти. Многие знают, что я в башне юзаю. Альтернатива прому. И, как его там... Короче, огненному и светлому. Ну, огненный... Ой, огненный... Тьма. Тьма и свет. Тьма мне, конечно, больше нравится. Но тьма мне за год с чем-то так и не выпал. Кстати, отвечу на вопрос подписчика, который задавал мне, по-моему, в комментарии. Отвечу даже сейчас, если он смотрит. Если мне выпадет темный ангел смерти, да, я его прокачаю и заменю на воду. Тем более, воду я не апал на шесть звезд, мне обидно не будет. Как ни крути. Водяной хаг... Хаггис. Да, я его хаггисом отныне называю. Водяной хаггис ни о чем. Я уже неоднократно говорил, что третий скилл у него... Ну, какой-то вот он вот такой. Ни рыба, ни мясо. И дает шанс крита. И вешает баф, который защищает от крита. Иголки ежа. Господи, название... Ну, лучше, чем проглатывание, да. Хе-хе-хе-хе. Акула славится этим, да. И Сашка Грей. Змеи сегодня тоже что-то часто... Ма... Вспомнил. Ну же, что интересненького. Давайте-давайте, еще звездочки. Давайте-давайте-давайте. Опять мастер боевых искусств. Инугами. Возможно, корм огненному, если тебе нужен. Корова ветра. Звездочки. Марьяна, как ты думаешь, что это? Это ниндзя... Воды... Гекс. А в гексу нужен, да? Потому что я вечно путаю там ниндзя в огонь, вода. Для меня это тоже гекс, в принципе, старая тема. Я уже все сгексил. Ну, уже хоть что-то. Так, опять оборотень. О, это уже ветра. По-моему, он тоже нужен в гекселе. Звездочки. Давай-давай-давай. Приди. А... Пу... 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 Ёбаный в рот-то. Как так-то, а? Ммм... Спорный такой, так скажем, персонаж. Да, многие об этом знают. У него пассивка. Вот этот третий скилл. Да, если прокнет. Если все в идеале сложится. Если у вас Виолент хорошо ляжет. И у вас есть супер крутые руны. Одеть можно. Но... Персонаж почему не полезен? Потому что даже кунг-фу. Вот. Воды. Огня там. И тому подобное. Они хотя бы чем полезны? Они вторым скиллом снимают бафы. А этот персонаж, ну... Первый скилл. Ослабляет защиту. Ну класс, хорошо. На один ход. Несчастный один ход. Он выполняет мощную атаку. И поглощает индикатор атаки. Ну такое. Если бы у него какие-то полезные дебафы были. Либо там третий скилл ему переделать. Тогда он станет полезным. А так, на самом деле, корм абсолютный. Даже огонь более юзабельный. Потому что огонь очень неплохо заезжает под бомбера. Кстати, у тебя бомберы есть какие-то? Нету бомбера, но огненный есть. Вот. А, то есть у тебя и огненный пират есть. А водяного нет, да? И водный есть. И водный. Ну тогда можешь смело кормить, честно. Я никому не советую раскачивать ветрено у пирата. Ну, не о чем на самом деле. Не о чем персонаж. Едем дальше. О, амазонка. Ну опять же, корм свету либо тьме. Темную очень хочу. Это вообще бомбочка. Класс. Водяная киска. Мокрая киска. Так, ну же звездочки. Звездочки. Откуда узнал об этой игре, кстати? Вообще, почему начал в нее играть? Откуда. А, ну я уже увидел в гугле, ну нашел в гугле эту игру. Думаю скачать. Не хватало места поначалу. А потом взял у другу планшет, скачал ее и посмотрел. Понравилось. Вот и затянул. Решил чуть-чуть поиграть. Ну максимум недельку, да? Какие? Я понял. Да, все, по-моему, эта игра затягивает. Это вообще что-то с чем-то. Ну, это первое. Я повторюсь, десятый раз. Это первая игра, в которую я играю больше... Ну ладно, пускай не недели, возможно, месяц я во что-то играл телефонное. Но месяц и год разница, по-моему, огромнейшая. Да, игра очень затягивает своим вот этим вот рандомом, тем, что нельзя получить то, что ты хочешь. Есть! Есть, может быть, в названиях-то, ребята! �у-маги! Блин! Да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Вот этой вот надписью, хочешь получить ту самую руну и думаешь, а где же продолжение, твою мать? Где получить эту руну? Где ее получить? Да, последние пять месяцев я даюсь этим вопросом. Ну же! Интересненького, что выпадет. Давай, звездочки, давай, ну, да! Давай. Опа, опа, опа. Ну что ж тебе по стихиям вот-то не везёт? Ну вот скажи мне, пожалуйста. Вот вроде бы те монстры, которые нужны. Вампир. Если бы выпал огня, если бы тебе сейчас выпал брян. У тебя есть? Нету бряна. У меня есть Фёдор. У тебя есть уже, Фёдор Михайлович, да? Капец. Ну вот монстры реально падают те. Ну вот, сука, стихии-то не те. Блин, ну хотя бы корм, да. Действительно, хотя бы корм. Там они всякие там, я не знаю, ундины огня и тому подобное. Ну такие не особо нужные персонажи. Смотрим дальше. Хотя Рэнди тоже неплох. На самом деле неплох. Я его даже за... Оу, Пингвин Ветра, если нужен для Харда Башни. Очень неплохо заезжает своим третьим скиллом, откатывает скиллы. Классный персонаж. Звёздочки. Ну же, шарик-шарик огня. Ты, кстати, говорил об имунщике, что тебе нужен. Вот, получай. На самом деле хороший персонаж, но самый, наверное, редко юзабельный из всех. Но, в принципе, он недооценённый, потому что всё-таки он даёт ещё и атак бар 30%. То есть он бустит свою команду. Я его советую сделать очень быстрым. То есть одеть как минимум хотя бы в свифт. Почему одеть можно в свифт, а не в виолент? Потому что после того, как ты со свифт, допустим, походил третьим скиллом, ты можешь походить первым скиллом, ну там даже и 10 раз. Вот таких 30% они работают, работают и работают. Это не виолент, который там 22%, потом, по-моему, 15% или что такое, потом 8%, всё меньше и меньше и меньше. То есть здесь мой шарик ветра походил, по-моему, максимум 11 раз первым скиллом. Это было что-то с чем-то. Прикольно, на самом деле. Ну, хороший персонаж. Качать или нет, это дело твоё. Но если не будет хороших имунщиков, я его советую прокачать. Так, второй скилл. Плюс вот, второй скилл у него чем крут, потому что ему пофиг на любую стихию и зачастую он нанесёт все, допустим, на арене все 4 раскола на каждого. Да, на один ход, но всё равно зачастую этого будет хватать. Как ни крути, он даже вторым скиллом будет бить неплохо, потому что он наносит сверхудар. И не путайте, народ, вот что такое сокрушающий удар. Этот урон приблизительно добавляет плюс 50% к обычному урону. Допустим, так, он ударил бы на 5000, а так ударит, ну, приблизительно, там, на 7 с копейками. То есть, вот такие дела. Ну, это, понятное дело, огромные цифры я назвал, но для примера. И что ещё хочу сказать, если пишется в скилле сокрушающий удар, это означает то, что этот монстр никогда не кританёт. То есть, неважно, сколько у вас будет крит шанса, крит дамаги и тому подобное, эта атака всегда будет наносить обычную атаку, но с повышенным уроном. И ему будет пофиг, какая стихия там. Вот, к примеру, я рассматривал своего недавно Чхиву, это Пионер Огня. У него подобный скилл второй, и ему пофиг, какую стихию бить. Поэтому он действительно прямая контра такому персонажу, как Теомарс. То есть, он, даже если Теомарс ещё не накинул на себя эту пассивку, ну, то есть, когда вы знаете, он умирает, доходит до кондиции, он накидывает на себя этот баф. То есть, даже если он его ещё не накинул, вы вторым скиллом ходите по Теомарсу, а после этого добиваете его, ваншотите. То есть, пассивка даже не вылезет. Вот такие дела. Короче, персонаж неплох. Ну же, звёздочки. Так, я вижу, у тебя места заканчиваются. Нужно будет освободить. Ну же. Ну, звёздочки. Хотя... Мы продолжим, освободили место. Понеслась. Вот оно, вот оно, место освободили. Самурай Огня. Что скажешь? Могилу для Дэвилов. Могил. Это надо запомнить, реально. Блин, а ты реально прав, потому что сколько? 14 Дэвилов, да, на него нужно? На любого Самурая? 16? Ну, ладно, в принципе-то даже и 14, это пипец как много. Офигеть, да. Он, сука, требовательный. Ему же, ну как, не сказать недавно. Сколько уже? Месяца три назад, да? Ему добавили уже как вот четвёртый скилл, который там добивается спасивки. Кстати, народ, спойлер наперёд. Смотрите, в пятом выпуске фишек, там будут участвовать все Самураи. То есть, просто первый скилл Самурая и как он работает, кое с каким персонажем. Да, да. Так что, я думаю, вам будет это интересно. Так. Едем дальше. То есть, ты качать его не будешь, если так? Не буду. Ну, если свет выпадет, то... А, для Тосика. Тосик, да. Ну же, Мамонт, воды. Ну, если Мамонта будешь качать, то... Так. Ну, советую тьму качать, если уже из Мамонта всех, мне только тьма нравится. Дальше. Мы тебе будем вызывать цветки огня. Огня, да? Да. Давай. Ну, звёздочки, мать его, заново. Ну, давайте, пожалуйста. Бухарик огня. Ну же. Грифон, господи, ну что ж такое. Едем дальше. Я вижу, ты Легу собираешь, скоро будешь взрывать. Это ты с ГВ, я так понимаю, собираешь и ещё покупаешь части, да? Да, я покупаю. Вопрос тебе задам, такой уже мой классический. Что тебе выпадало самое крутое с мирового босса за всё время? Помню руну 6-звёздную. В четвёртый слот на защиту. Четвёртый слот на защиту. Процент. Да, да, процент. Угу. Причём даже не процент атака. Ни разу, блин. Я по три раза бью каждый день рейтинг А+, там, Б+, тоже рейтинг. Ц-шка, по-моему, или Ф-ка. Ну, просто пипец какой-то. Ладно, перейдём к монстрам. Вызвали мы тебе стриптизёршу Света, крылатую. Скажу так, по персонажу, персонаж очень неплох чем, потому что скорости у неё изначально 104, но когда ты её, допустим, я же её не путаю, по-моему, увеличивает. Да-да-да, я её не путаю ни с кем. То есть, когда ты её апнешь, допустим, улучшишь, эвейкнешь, у неё скорости добавится плюс 15, и из-за того, что я её улучшил плюс 1, короче, скорости станет 120. Это самый быстрый толкатель в игре из саппортов. Если взять, у той же Меган скорости меньше начальной своей, то есть её легко разогнать. Но, скажу так, её только используют ради вот этой вот первой части повысить индикатор атаки на 30%. Не на 20, как у Меган, а вот на 30. Но многие со мной спорили, и я даже где-то соглашусь, что проще действительно Бернарда раскачать, на самом деле. Потому что вот этот вот баф, уменьшение шансов, ну да, пускай там всё. На самом деле, лучше бы это был какой-то хилл, либо обычная защита. Потому что первый, второй скилл у неё абсолютно бесполезный, второй скилл вообще ни о чём. Лучше бы какой-то там дебаф наносил. Первый скилл уменьшает защиту. Ну ладно, это ещё хоть что-то. Ну, короче, персонаж такой ситуативный, и его качают только такие уже, назовём их так, топами. Ну, смотрим дальше. Ну, свет тьма, звёздочки. Сука такая, ну. Элементалька. Да, сейчас посмотрим, у неё какая-то там пассивка. Я хотел, кстати, и посмотреть. Башня уменьшает урон на 20% полученный союзником. От врага со свойствами воды. Господи, как... А, ветры. В общем, такие дела. Эффект не суммируется с другими ослабляющими эффектами. Ну, нет. Да-да-да, народ. Не качайте его, не надо. То есть, даже для коллекции можете его не оставлять. Не уверен, что их когда-то там усилят. Элементальки, по сути дела, все ни о чём. Пробежимся, потому что тебе, во-первых, выпало. А потом я посмотрю твоих монстров, потому что многим это интересно. И если посчитать, это тебе, значит, выпало раз, два, три, четыре, пять. Пять. Если не считать, допустим, вот этот такой фейк трёхзвёздочный, то тебе выпало, по сути дела, восемь. Да? Восемь, я правильно считаю? Восемь четырёхзвёздочных монстров. Ну, судить вам, народ, мало это или много, я считаю, это очень-таки неплохо. Это в сумме получилось, сколько у нас призывов? Где-то восемьдесят, да, с чем-то? Восемьдесят шесть примерно. Около восьмидесяти шести призывов. И если взять, даже посчитать все четвёрки, то есть это девять четвёрок. На самом деле, действительно, десять процентов работают. Вот у этого человека сработало, у Андрея этих десять процентов. И это на самом деле неплохо. Да, не повезло немного со стихиями. Вот, к примеру, мне лично обидно, если бы вот это был вердехайль, а это был бы даже пират воды, который тебе, в принципе, и не нужен, да? А, точнее, вот это вот ведро было бы, а это бриан. Было бы, ну, просто, наверное, идеально и суперски. Потому что ведро, те, у кого его нет, они, естественно, о нём мечтают. Я сам вердехайля ждал очень долго. Сейчас также жду хву, свою хвушечку, да. Какие ещё интересные персонажи попались? Самурай, такое дело, но вот, как правильно, Андрей, ты сказал, что могила для дэвилов. Дело ситуативное. И меньше всего мне нравится из всех них огонь. Хотя иногда и он будет крутым. Если у вас нет хорошего огненного дэдэ, почему бы нет, можете использовать. Многие, кстати, через него и фармят даже хард этого вулкана. Передавай приветы кому хотел. Ну, друзьям, которые играют в эту игру. Которые помогают мне иногда. Ну, гильдия такая слабая для получения халявных медалей. Я вижу, ты вторую на моём этапе, да, глава гильдии, да? Что, давай кому-то передадим главенство? Давай вот это, бетазы. Давай. Давай. Нет, давайте. Повыше. Повыше? Да. Василию? Или ло-ло-ло? Можно Василию. Ну, прикольно. Ладно, не будем с этим баловаться. Хорошо, народ. Надеюсь, вам видео понравилось. Если вы хотите снять что-то подобное, обращайтесь ко мне в личку. Снимем с вами. Будет для вас память. И будьте показывать, там, не знаю, детям и правнукам. Добавляйтесь в друзья. Подписывайтесь на канал. Добавляйтесь в группу, которая также есть в описании. Не ленитесь, если вы можете помочь людям, которые задают там свои вопросы. Помогайте. Ваша карма от этого улучшится. Вы знаете, на небесах вас будут ждать тёлочки. Пивасик, шлюшки, все дела. Ну, короче, пока жены нет. Да, я могу немножко повыёживаться. Поэтому вот такие дела. Мне уже кто-то звонит. Ладно, да. Всем спасибо, народ. Всем удачи. И пока. Пока, Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok